В зал вошли люди в форме, которые вообще, причем это вообще невозможно, вы понимаете, есть закон, по которому даже один человек, если хочет выступить не депутат в Раде, за два дня 150 депутатов должны подписать, а остальное, в противном случае, это нарушение закона и захват Верховной Рады. Мы увидели, как открылись двери в зал, вошли вооруженные, я не знаю, кричали вооруженные, у них, слава богу, оружия в этот раз не было, но мы же с ним проверяли. Зашли люди в зал, оккупировали трибуну, не депутаты, военные, повторяю. Я поэтому считаю, что то, что сейчас произошло, это надругательство над демократией и парламентаризм. Сыроид, абсолютно правильно, в рамках закона и уважения к парламенту, открыло заседание, потому что вести заседание, в которое ворвались военные люди, просто нельзя. И она ушла. Но это не нравится теперь опять-таки подельникам, которые лишь только пели в пятером все. Но это не нравится, поэтому они сперва листы еще. После этого вышел на трибуну Гринев, где не было, чтобы вы знали, ни вице-спикера, ни двух вице-спикеров, и сказал, что парламента нет у нас, но мы сейчас будем заседать заседание коалиции, мы в рамках заседания коалиции будем выступать. Подошел Ляшко и говорит им, какая коалиция у вас близко, нет коалиции. Они подумали, говорят, ну тогда продолжаем заседание Верховной Рады, думайте, что я вам рассказываю. Там нет ни спикера, закрыта Рада, никто не имеет права делать. Продолжаем заседание. Вы вступили, сейчас будут кончать парашюка для того, чтобы кончить парашюка, которого я люблю еще меньше, чем они. Понимаете? Надо было надругаться над демократией. Вот и все, что произошло. Сегодня произошла репетиция военного переворота. Военного переворота, по вашим словам. Смотрите, Вадим Зинович, еще такая ситуация. Вот в куарах и тетерук. Скажите мне, пожалуйста, можно я вас перебью? Скажите, пожалуйста, как оценить? Вот если человек булку украл в магазине, он преступный. Если человек против законов Украины, против законов европейского парламентаризма, заводят неизвестные, давайте говорить просто, в форме люди, в зал, который нельзя этого делать, выступает председатель Народного фронта, говорит, да, мы нарушили закон, там, регламент там нарушает. Таким все законы Украины мешают. Чего же вы остальных заставляете жить по законам Украины? Или вам можно? Так пусть они делают спиток, кому в стране можно жить и по законам. Мы и так этот спиток знаем. А пусть теперь опубликуют. Сегодня произошло надругательство над украинским парламентаризмом, повторяю. Это за пределами разума. Такого не было ни в одной стране мира. Только в Армении, когда расстреливали парламент. В украинском парламенте ни при одном режиме такого не было. Сессия не продолжается. Все разошлись. Теперь на один сыроин давайте добивать там еще кого. Есть масса претензий к компании сыроин. Но в данном случае я буду ее поддерживать, потому что она действовала по закону. А им не нравятся законы. Ну что я могу сделать? Ну живем мы в такой стране, потому что им и страна не нравится. Откуда я знаю? Это украинские законы. Понимаете или нет? И человек, который завел в Раду людей, должен отвечать подскору так же, как и Поросюк. Вот Поросюк должен сидеть. И вот те, кто навели в зал, то у нас демократия будет. Не сомневались. Это же Акела. Но потому что все, он уже никому не нужен. Он уже работает на другие потоки. Там уже все. Голки в свои яме не разобрались. Но это всегда так происходит. Смотрите. Они вначале пели все вместе. Поняли? Сейчас вот. Сейчас все будет. Сейчас все посмотрите. Смотрите, меня не волнует Поросюк. Меня еще все... Блокада была инициирована и проплачена. Я считаю, что это не патриотизм, а торговля на крови. Но то, что происходило в Раде сегодня, является настолько вопиющим, настолько выходящим за рамки даже привыкшей беззаконной Украины, нарушением всех законов, что я считаю, что если это не будет самооценка, мы больше не имеем парламента. Мы больше не имеем вообще законного парламента, который не может сам себя защитить. Под конвоем давайте каждому представим двух солдат и будут вводить их на голосование. Глава парламента, он мог только дать команду открыть двери? Больше никто не мог там быть. Зал полный военных. Это люди неизвестных формирований. Не знаю, откуда они пришли. Говорят, что это представители полиции, народного ополчения. Ну так давайте, пусть они заседают в Раде, принимают законы и все. Когда в Верховной Раде не ходят депутаты, не регистрируются, когда один, пятьдесят карточками, то тогда они не поднимают парламенту. А как теперь делать нужно? Заседания теперь не будет? Ну я не знаю, смотрите, зал захвачен. Зал Верховной Рады захвачен военными. Катой эти военные, откуда они? Задние двери задние, задние вошли, середина закрыла заседание. Ну человек сорок, я не знаю. А что депутаты будут делать? И вы, зокрема, что будут расходитесь? А я не собираюсь сидеть в оккупированном зале. Мне еще не хватало тут под конвоем работать. Я вчера смотрел фильм «Свадьба в Малиновке». Для чего? Чтобы освежить, так сказать, происходящее в стране, чтобы я понял до конца. Вот смотрите, мы уже как-то даже не удивляемся. Задержали людей с оружием. Я сейчас не говорю, кто они за демонстрантов, против демонстрантов. Майдан против Майдана, это все уже такое. Кто какие лампасы себе нашил, тот и выступает. Задержаны люди с оружием. Есть статья Уголовного кодекса. Не зарегистрировано оружие преступление, да? Слушают заявления силовиков. Говорят, задержали людей, все нормально, задержали оружие, а вы отпустили потом. А чего вы их отпустили тогда? А почему не задержали этих людей с оружием? Ну вот мы и задали этот вопрос. А нам ответили, что сейчас выясняют, кому принадлежит это оружие. Пытаются идентифицировать этих людей, пока непонятно, чье оружие. Смотрите, но мы-то с вами взрослые люди понимаем, что это бред сумасшедшего. Я прошу прощения наших силовиков. Так вот, скажите, ну это же нездоровый разговор, нездоровый. Значит, что происходит? Происходит, ну вот в области, вот сама помощь решила блокировать. Я не говорю, правильно она решила, неправильно. Вот она решила блокировать. Ну хорошо. Дальше. Эти сказали, не разрешаем блокировать. Порошенко сейчас сказал, что мы больше не будем работать с этими заводами. То есть я правильно понимаю, что до сегодняшнего дня на неконтролируемой нами территории, с которой мы воюем, которую экономически, если там человек едет, везет там 5 копеек или там всего сразу, мы нормально торговали, и там были нами контролируемые предприятия, правильно? До вчерашнего дня. Сейчас их забрали, знаете, как в анекдоте, значит, встречается Порошенко с Мерклой, она говорит, вы знаете, у вас в стране воруют. Он говорит, у меня паразиты. Так вот, знаете, получается, сейчас, когда у них воруют, это плохо, да? Люди, это все несерьезный разговор. Мы не можем определить, что мы хотим. Вся наша жизнь превратилась в единое какое-то обслуживание. Ну, я не знаю, как их назвать. Тут своры каких-то, я не знаю, ну, я не знаю, кого, да? Сколько их, 10, 15, 20. И мы все их в страну обслуживаем. И нормально смотрим в глаза. Вышел вот сейчас один, говорит, все, кто там, там преступники, а эти хорошие. Нам надо переходить на две простых вещи. Экономика должна идти впереди всего. Вот это гавканье уже все, закончилось. Крики, песни, все надо заканчивать. Должна быть экономика остановиться в этом, я не знаю, ну, сумасшествии каком-то экономическом. Потому что, вы понимаете, нет ни оговоренности. И самое главное, люди, вот самое главное, поймите, можно страдать какой-то период, терпеть. Можно, знаете, вот люди там, взяли кредит в банке, да? Мы немножко там тяжело, но мы строим квартиру. Ну, понятно, для чего вы ее взяли. Мы для чего это делаем? У нас никакой перспективы. Нам ни разу не сказали, ребят, ну вот хорошо, давайте я вам расскажу страшные вещи, которые скрывает от вас нынешняя власть. Хотите? Давайте я вам расскажу. Нам рассказывают, что один миллиард мы сейчас возьмем и выживем. Хотя перед этим Минфин сказал, что нам деньги не нужны. Во что они нас загоняют? Люди. Это за один миллиард они с вами разговаривают. 18-го по 20-й год реструктуризация Ерейска привела к тому, что Украина должна выплатить 20 миллиардов долларов. Никакими кредитами, ничем это покрыть нельзя. Это государственный дефолт. В 21-м году, независимо ни от чего, они вогнали нас в эту ипотеку. Проверяйте мои цифры, я вслух говорю. 10 миллиардов уже мы должны заплатить. Таким образом, с 18-го, мы не выдержим 18-21-й. Это просто, они это знают. Они хотят протащить нас еще немного. Еще поцуреватый, еще. Ну дальше что? Дальше, вот я цифры сегодня, перед тем, как идти с вами, сверял. 18 миллиардов, каким образом мы это заплатим? Каким образом мы заплатим эти деньги? 22 миллиарда. Значит, никаким. Что они знают? Что потом надо будет объявлять дефолт государства. Люди, для чего нам убивать сегодня стариков, забирать пенсии? Что это за предложение такое, бредякино, пенсии обложить налогом? Пенсия, отложенная зарплата. Пенсия, это то, что у тебя уже взяли с зарплаты. Ты заплатил с этого налог, ее отложили тебе на пенсию. Теперь тебе говорят с этой пенсии еще раз заплатить за это. Люди вас грабят. Грабят нагло. Потом скажите мне. Если мой друг, скажите мне, как мой друг мне советует вырубить мой лес? Ну вот я приду к вам домой, вы живете, у вас маленькая хатынка, у вас немножко нехорошая материальная. Вы говорите, Вадим Зинович, займи мне тысячу гривен, я хочу, или десять тысяч. Я говорю, хорошо. Вот тебе десять тысяч под большие проценты. Не дай бог мне такое вам сказать. Но не все, вырубите свой сад, что у вас во дворе. И вот сейчас бабушка обложит ее налогом. И потом вот объясните мне, люди добрые. Ну давайте я напал на это бедное МВФ. Да я не соглашусь. Правительство это хорошее. Ну да, мне можно задать один вопрос, который вы не знаете. Мы создали экспортно-импортное агентство Украины для развития экспорта. В меморандуме МВФ написано, убрать экспортно-импортное агентство. Да вы что, сдурели все? Так что нам вообще ничего, какое отношение вы имеете к нашему агентству? Значит вам надо, чтобы мы ничего не продавали, не развивали свой экспорт, вырубили лес, уничтожили пенсионеров. И для чего? Чтобы до восемнадцатого года вот эту свору власти держать. Слушай, он в дефолт. Вадим Зинович, я сейчас так улыбаюсь, потому что вы мне говорите, там вырубили лес. Я сейчас, я же не соглашусь, вы знаете. А к чему же вы соглашаете? Каждый в своем огороде не соглашается вырубить лес. А страну давайте вырубим. Вот смотрите, по риторике, по тому, как подносятся события, сразу определяется в какой-то политической силе. Нет уже проукраинских сил, да? Они про самопомельческие, про боткевщиновские, про перошен. Понимаете, вот это нас раздирает. Я вот сегодня с утра, вот я сидел со своими друзьями, анализирую ситуацию. Я сказал, что я вот прекращаю вообще трогать те силы, которые не являются сегодня у власти. Почему? Не потому, что они мне стали симпатичнее сегодня с утра, а потому, что нам надо прекращать эту свару всеукраинскую. Нам надо строить страну каким-то образом. Ну какая разница? Ну я тысячу раз прав в том, что я скажу про Саакашвили, Тимошенко, там я знаю кого еще. Самопомельчие, это как правило, и свободу. Как ее строить? Если один, один закладывает, замуровывает там это Сбербанк, а другой там, значит, и закопает рову. Как ее строить? Можно я вам расскажу как? Вот смотрите, мужчина и женщина, это два существа, на мой взгляд, с разных планет. Тем не менее, они как-то объединяются, да? И как-то строят семью, иногда еще счастливую, да? Иногда как-то живут вместе. Ну, понимаете, хотя в общем-то, ну, противоестественно. Ну, вот она свое, и она выросла в другом окружении, он в другом. Эти два человека все время ходят вот так вот вместе, да? Ну, получается, да? То есть так же получается чуть больше общество. Знаете, а за счет чего получается семья? За счет чего это получается? За счет того, что они каждое утро не садят и не выясняют, кто из них прав, кто виноват, кто из них самый умный. Вот тогда, как только начинается выяснение вот этого, все, семья пропала. То же самое, перенесите на страну. Ну, если с утра, вот смотрите, я ничего не слышал. Вот я центральные каналы смотрю с утра. Ни одного предложения, как строить, как выходить из кризиса, как платить. Все, все заняты редутами. Да нафига, извините, мне эти редуты нужны. Понятно и так, что не гроши зарабляют, или выбранный электорат. Ничего там никто не делает. Если вы хотите перекрывать, чтобы разорвать на себе рубашку, не дать стране плохо жить, иди на Банковую. Иди Грушевского. Иди, чего вы там? Перекройте Минздрав, который не дает людям жить и дышать. Перестройте Минфин. Чего вы сидите там на этом Донбассе? И мало того, смотрите, решение в конце вышло. Вот это вагонами можно переносить, а в машинах мы определим, что можно. То есть им опять можно торговать вагонами, а нам можно взять в банку сгущенки. К чему привела эта блокада? Нам нужно понять это.